Вечи срибатисти Вечи срибатисти Приветствую всех, кто смотрит сегодняшнее видео. Мы въезжаем в городок Монте-Фьесконы. Это еще один городок, который находится возле озера Больсена. Городок славится своим замечательным вином Est-Est-Est de Montefiесконы. Но о нем мы поговорим чуть позже. А сейчас давайте прогуляемся немного по озеру. Вы только представьте, это озеро было сформировано около 370 тысяч лет назад на месте вулкана Вульсини. На озере есть два острова – остров Безентина и остров Мартана. Но они были сформированы подводными извержениями уже позже. По историческим данным, в последний раз активность вулкана наблюдалась здесь в 104 году до нашей эры. Здесь обитает очень много разных птиц, а некоторых я вообще ни разу не видела. А наша пловчиха решила поохотиться и заплыла очень далеко. Я уже напугалась, что Сиси заплыла очень далеко и стала кричать, звать ее. И только тогда она повернулась и решила вернуться. Размер озера не очень большой. Всего 12 километров в длину и 14 в ширину. Самое глубокое место доходит до отметки 151 метр. На берегу озера находится очень много ресторанчиков и пиццерий. Из озера Бульсена вытекает река Марта и впадает она в Теренское море. Мы выбрали для отдыха озеро Бульсена из-за того, что здесь очень много необычно красивых мест и пляжей. А вокруг виноградники, оливковые рощи и цитрусовые деревья. А для вечерних прогулок можно выбрать любой из городков, которые расположились на берегу озера. И уверяю вас, вы не заскучаете, гуляя по историческим местам. А можно съездить на один из посещаемых островов на озере и погулять там. Озеро Бульсена – очень чистое озеро. Купание здесь разрешено на всей территории. А здесь хорошо виден один из островов озера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ЗЕgnетная студия Вод normally 해주но возраноситься ко приемом. Режем отдыха в дом Shuttle приште な Percy в городе. Надежда и бульсенеру Вод Server Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы остановились на три дня в самом центре городка Монте-Фисконы. На первом этаже виллы жили хозяева, а второй этаж полностью сдавался как гостиница. А сейчас давайте прогуляемся по городку. История его берет свое начало от этрусков, а хорошо известным он стал в средние века, когда у пап римских здесь была летняя резиденция. Ведь городок расположен на склоне и с прекрасным видом на озеро. Мы оставили машину на стоянке и наверх поднялись на лифте. Вот такой необычный лифт поднимет вас на самый верх городка. Маленькая машина, которая развозит по городу сладости. Там еще был небольшой подъем, и чем больше мы поднимались, тем лучше открывалась панорама городка. Редактор субтитров А.Семкин Это часть Катедрального собора Святой Маргариты. Несмотря на то, что на улице было плюс 35 градусов, внутри этого помещения температура была очень низкая. И это при открытых дверях. Температура как в морозильной камере. Субтитров А.Семкин Сейчас мы еще немного поднимемся вверх и подойдем к парадному входу собора Святой Маргариты. В 14 веке, когда старому собору потребовалась реставрация, она затянулась почти на 300 лет. За это время здесь успели поработать такие выдающиеся архитекторы, как Браманте и Антонио де Сангало-младший. Проект этого собора был одной из первых работ венецианца Сан-Микеле. Но вскоре после окончания строительных работ в 1670 году собор сильно горел. Через 4 года он получил новый купол, который мы видим сейчас. Продолжение следует... Вече с ребятисти. Вот такая макарина. Аминь. Макарин. Игра. Игра. Вот еще одна узенькая улочка Виа Санта Мария. Пиццерия Пойдемте дальше, посмотрим эти улочки. Вот опять же показано, из какого материала построено здание. Смотрите, какой почтовый ящик. А вот еще один почтовый ящик. Пока мы гуляем с вами по узким улочкам городка Монте-Фисконы, расскажу вам историю вина Est-Est-Est. Регион Лацио славится особенным вином Est-Est-Est. Любой житель городка с гордостью расскажет историю о происхождении этого необычного названия Est-Est-Est. В XII веке немецкий епископ Иоганис направлялся в Рим на коронацию Генриха V, императора Священной Римской империи. Слуга епископа, следуя впереди, изучал вина во всех встречных тавернях и отмечал особенно понравившееся знаком Est. Отметку он ставил мелом на дверях заведений. В Монте-Фисконы слуга отведал вино, которое его просто потрясло своим вкусом, и не удержался, отметил его тройным Est. Когда попробовал это вино епископ, то отметил его просто божественным. Поэтому решил не ехать на коронацию и остался в Монте-Фисконы. Вино было такое вкусное, что он начал злоупотреблять им и пил без остановки целых два года, пока не умер. И мало того, епископ оставил все свое огромное состояние местным монахам, с условием, чтобы раз в год бочка этого чудесного вина выливалась на его могилу. Этот пункт завещания соблюдался шесть веков. Ежегодно в день годовщины смерти епископа в церкви на его могилу выливали бочку вина, которая получила к тому времени уже название Est Est Est. И только в конце XVIII века эту традицию запретили. Если вы еще ни разу не пили итальянское вино Est Est Est, то теперь после этой истории вам непременно надо его попробовать и узнать, чем же все-таки был покорен епископ. В букет ароматов этого вина входит мускус, цветы боярышника с легким оттенком спелых яблок. Это очень интересно. Это очень интересно. Прошу не вина 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 вина. И вот здесь. И вот здесь. Летом у озера Бульсена частенько проводят разнообразные ярмарки и праздники. На берегу готовят столы для аперитива, а потом и для ужина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итальянская семья из трех человек приехала на ужин на своем личном транспорте. И напоследок немного вечернего города. Субтитры создавал DimaTorzok Вроде бы все те же самые места, но более оживленные и красивые при свете заката. Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаемся после ужина. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас десять часов вечера и на улице никого. А здесь мы каждый день завтракали. Хозяйка этой виллы варит просто замечательные джемы. Субтитры создавал DimaTorzok Очень уютненькое местечко. Субтитры создавал DimaTorzok Манжете biscотто? Поехали. Цапля гуляет по берегу. Сейчас мы направляемся еще в один городок, который находится у озера Бульсена, Капо-де-Монте. Хотим посмотреть, какие пляжи у этого городка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, как-то так. А с этой стороны находится порт и средневековый городок Капо-де-Монте. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...